всем привет ну что сегодня я наконец-то добралась думал никогда не доберусь сделала макияж с участь программ с участием макияж с этим тональным кремом али проли я думал что никогда не доберусь но вот наконец-то и немножечко пудры тоже пудры вот этой и также новые тени моно которые я еще не показывала я их использовала не показывала вот и все кому интересно как я это сделала совершила продолжайте смотреть никогда не наступит день когда я выделю себе час времени чтобы спокойно сесть и понаслаждаться вот этой красотой сейчас я это открою я время буду экономить стараться и мы с вами сделаем полный макияж я буду использовать фондейшн так это наверное вот этот фондейшн тональный крем для проли с пудрой использую новые кисточки покажу вам какие кисточки я купила и зачем и поскольку это полный макияж я буду делать я использую заодно мы сделаем как бы обзор двух моно поле моно теней dior вот это старые старый выпуск хотя это новые тени это вот как раз они сейчас перестают их делать и одни новые вот это покажу и может быть тогда обзор заодно использует этот люминайзе это новая пудра я показывала еще в апреле по-моему я покупала то есть все вот руки не доходили верите нет в пятницу думаю боже ты мой люси отдыхают я до 11 вечера работала в пятницу очень много дел очень много работы но как говорится пусть будет много работы лучше чем никакой но что приступим ну давайте полюбуемся сначала это красотой потому что это действительно эстетическое удовольствие и вы знаете очень большое я не знаю как вы но я получаю огромное удовольствие от самого процесса покупки это пудра а еще здесь никого нет что же еще здесь дается какая сказка но это девочки у меня самая дорогая косметика которая когда-либо было отшало видимо вот в такой баночки это все убирается значит вот такая ага вот она как и здесь есть такая штука насколько я помню тут и говорил что задвигается и открывается открывается косметичку в отпуск ну в отпуске я вряд ли когда-либо пудры он очень хорошо вы знаете это в принципе этот на всю жизнь то есть это такой вариант дается сверху еще для travel size отлично итак мы попробуем пудру сегодня использовать вы видели бы у меня чем стали а теперь фондейшн это консилер сверху только бы подошел тон вроде бы мой мой тон но я там пробовала такая мощная довольно таки мощная штука так свеженько здесь дополнительно еще дается мама короб стенд с кисточкой и с губочкой как красивенько какое удовольствие такую штуку иметь это кисточкой для консилера значит стоящий как вот на консилер дают вот так так это все выглядит хорошенький мягенький такой ну что начнем аж прям аж прям сердце у меня заходит туда-сюда светлый он для меня очень надо купить еще один потемнее но у меня сейчас через лицо немножко под загорелой знаете меня не это вот этот тон он обычно мой какой в общем вот одну такую зачерпал такой один достаточно мне не нравится этой штукой пользоваться я вот это очень люблю и к туз и к туз хорошей кисти я наверное возьму потемнее то надо посмотреть какие еще у них есть у них по мне так много их может быть у них есть потемнее чем здесь нужно тщательно очень работать над этим но вообще качество конечно обалденное я вижу сразу как это ложится это все ложится как как шелковый какой-то покрывала вообще это цвет конечно сейчас вот не для меня это мне попозже на на зиму наверное губка конечно был намочить губку очень много впитывается что могу сказать вы знаете цвет этот слишком сейчас для меня светлые это понимаю все что выгляжу я не так как бы это как белая маска да похоже но я думаю что можно сделать очень даже много всего с бронза там и всем остальным но как-то он как основа который ложится абсолютно изумительные качества нужно внимательно смотреть цвет конечно ты загорел когда я там была у меня не было нет был очень хорошо цвет подходил мне но качество обалденное качество действительно очень хорошие сейчас мы сделаем консилер я буду эту ложечку поберегу кисточку то есть я буду делать консилер кисточкой которые я всегда делаю консилер консилер хорошо подходит мне прям чувствую какое качество хорошее очень хорошо лежит 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 прекрасно как будто моя кожа знаете в принципе даже не видно его то есть кожей кожи ну что будем делать дальше глаза я буду делать я хотела вам показать вот эту моно моно вот эти тени они вот это старые вот это старый выпуск это называется космопилайт их уже практически их не выпускают но выпускают очень похожий уж если я купила тоже похоже по моему называется спарклин топаз спарклин топаз по моему очень похожи и вот это уже новое вы видели когда я покупала фар смоталась вот перед самым отпуском как раз вот эти это начал лук глиттер одинарные вот с таким сиянием это уже новое и по упаковке значит я сравнивал сейчас упаковки обе одна более такая прямоугольная побольше и коробочка у них побольше это по поменьше вроде бы кажется квадратненькая такая кисточка здесь поменьше коробочки вот такие вот видите они две очень разные по размеру даже но тени количество теней и в той и в другой коробочке два грамма то есть абсолютно одинаково здесь абсолютно никакого нет как бы подвоха они не уменьшили ничего цена та же самая эти я сделаю полегче сегодня просто я хочу вам это показать правильно мне кто-то кто-то из вас сказал вы знаете у меня видимо уже это я на руку не наносил вот эти люди по про которые я говорил что осыпаются очень сильно я не наносила даже на руку ведь что это я давно не делала уже все работа все работа а вот просто попробуем это чтобы не осыпалась очень красивый вы видите чё красивое такое мерцание очень красивая мне они очень рады я наверно буду использовать сегодня попробую как я вот этот вот шарла тилбери барбара лабраун он очень очень стойкий хорош как душ вчера ездили на день рождения у ричарда у его друга молодости день рождения был и мы ездили в бирмингем и такой сад шикарный там это люди живут которые ну знаете по сто лет в одном и том же доме это старые дома бирмингеме которые в общем-то дома раньше такие среднестатистические британские они не особенно большие но сады были огромные сад у него 50 метров длиной представляете и там как три яруса он сделал так так красиво такое такая красота розы жасмин и кипарисы у него и фруктовый сад там у него и овощная такая есть это ой ну вы же сами знаете я сама я такая я же не нормальная в этом смысле меня это так запало все сидели мы в этом саду барбекю но там народ еще был хорошо вот эти тени очень универсальные вы знаете в принципе можете взять вот если вам куда-то ехать до 1 разговор был о косметичке утром сегодня пораньше можно брать вот действительно вот эти тени они подойдут принципе подо все и карандаш и вот светлые вот такие но я еще заказала сисли розовый не помню что-то ручим розовый какие-то такие светлые и и коричневые вот такие же вот такие вот такие тени которые блестят их лучше даже вот или пальцем качество тональника очень хорошие очень действительно это просто но здесь для вот у меня даже тело боли видите до тела даже более загорелой чем лицо поэтому здесь для конечно для более загорелой кожи нужно работать с бронзатом обязательно я сделаю конечно скульптурирование или контурирование скорее всего скульптурирование только мне поможет контурирование не очень контурирование только все скрывает мне нужно перескульптурирование как идет похудание как у вас идет похудание у вас у вас то наверно получше у меня у меня что-то послабее но отпуск во первых делаешь дело не помог да потому что отпуск дело такое калорий не считаешь это уже как бы тогда отпуск не вкать да а потом расслабляешься и у меня ну как я не набрала но я так и осталась на 5 килограммах то есть я в принципе вот за июнь месяц за последние две недели я не сдвинулась практически не так вот я здесь просто это все вот так вот сделаю какие красивые тени девчонки смотрите просто надо так смешать вот я больше не буду ничего делать с глазами я сделаю тушь ну вот сейчас мы делаем контур что отправим немножко подводку зараза все кончится пара ему уже кончится возьмем сисли в принципе похожий цвет если тоже хорошо держится сисли карандаш и держится лучше чем шала тилбери но том ford держится лучше чем сисли так что решайте сами диор тоже хорошо держится тот шанель нейтральной сто лет я его не не трогал уж и иногда думаю знаете как жалко молодые были не могли себе позволить я помню меня была одна одна палетка но вот когда совсем молодая была там не 20 чем-то было это одна палетка лориаль такая нейтральная там 2 или 3 помады пудра в принципе вообще не было тональник был один и там но минимально все не могли себе позволить но и не было в наше время вот 80-е годы вот кому было 20 80 в 90 когда только все это начало появляться это это половина китайская было жалко тогда что вот прошло время это и не смогли мы насладиться этой красотой пока молодые поэтому девочки кто меня если молодые смотрят не стесняйтесь пользуйтесь радуйтесь что у вас это есть возможность сейчас то что как мы жили жалко грех конечно потому что все равно хорошо жили счастлива и все такое да но но не могли позвольте себе и многого не было я вот это сейчас просто делаю так убер аж но засунула вот это ключи по вот этот такой шикарный консилер тоже все-таки люкс он действительно он дает о себе знать так теперь мы сделаем вот что а я использую вот эту герман и я пользуюсь или кисточкой для контурирования вот такой вот небольшой которую я возила с собой в отпуск вот такая она хорошо для растирания кстати вот а вообще для нанесения вот такую из какого-то моего старого набора diors к вот это очень хорошая такая плоская штучка отлично вот я и просто вот так вот тут провожу тут конечно мне придется с бронзатом потому что у меня тело темнее чем вот это ну качество девочки давайте вам поближе покажу все-таки мне конечно не 20 лет так что не судите кожи то и уже все равно не то но лежит очень хорошо по моему и такое сатиновый такой легкий легкий такой сатиновый финиш то есть он не не матывает а надо будет посмотреть если у них еще есть другие цвета правильно сказали что вот этот вот фильм который показал тот раз он не подойдет тем кто у кого он близко сидящие глаза поскольку они у меня не очень как бы нормально сидящие вроде пока еще на месте я так не нравится так рубильник вместо теперь я возьму немножко вот это уже меньше вот это как бы как паста чуть-чуть вот такой финиш возьмем к мы раз у нас тональный крем такой дорогой возьмем к мы вот эти дорогие румяна вот эти такие коробочку надо кружек нет кисточки я купила кисточку ланере он показывает эту для пудры это мы пудрит пудру будем делать а вот это к вина койн очень очень мягкая натуральная в сайте лук фантастик они заполучили не заполцаны за 37 долларов 37 что ли вот и теперь я делаю как бы бронзатым пудрой по всему периметру из кисточку это tom ford в этот tom ford бронзат я беру и вот прям этой кисточкой который специально для этого сделала вчера поехали в этот самый на день рождения я привелась в порядок все покрасилась а потом думаю дай-ка я и подушила духами вот этими love and white и думаю дай-ка я еще добавлю чуть бронзата потому что не хватало мне как-то и кисточка до сих пор вот этими духами пахнет такая сказка какой чудесный запах все-таки теперь я думаю я буду делать файлайтер вообще надо было бы не конечно пудру сейчас посмотрим как стоит ли мне это делать или нет у нас запах запах какой а вот как она закрывает а почему здесь движок вот такой такая штучка значит когда закрыть вот наверх поднимается она не высыпается вот закрыто все когда вниз ее вот так она открывается и высыпается все поняли ой очень хороший сатиновый финиш такой мягкая она она очень мягкая она практически практически она незаметная отличная штука слушайте ну вот если так вот ее мало действительно надо да это на всю жизнь мне надо жить лет триста это я уже все давно поняла еще вот такую кисточку купила фан браш хотела купить sony g я наверно все-таки куплю ее но больно же дорогие они чуть 60 фунтов что ли я понимаю такую пудровую большую она тоже она надолго намного хватит такая фиговая маленькая вот это я купил за 5 фунтов что ли вот сейчас я сделаю люмен айзин правда я им показывала ее когда я купила купил ее в апреле по моему еще пользовался по-моему один росток вот в принципе вот эти фан брашис и хорошо для убирать пыль такую всякую сыпящуюся осыпающиеся тени как вот так чуть не хватает не пойму не хватает отчет забыл и мне надо будет то же самое видео по-английски делать тоже про спрашивали хотя много обзоров и все но все-таки свои свои да когда вот ну что я сейчас делаю наверное быстренько ресницы вот и помаду я наверное возьму это шала тилбри даймонд пилоток дайман но здесь нужен контур это у меня сисли роз ну вот и все вот вот мой конечный результат это с использованием тонального крема ли бреви десятый номер у меня я думаю что я куплю еще один который будет немножечко по более по насыщеннее но вообще в принципе с продукции для контурирования с румянами и с бронзатом в принципе я думаю получился неплохой результат кожа у меня чувствует себя очень уютно в этом очень хорошо вы знаете какой то такой вот какой добрый какой такой шелковые вот прям шелка шелковое волокно вообще очень хорошее качество я думаю что здесь даже вопросов нет что стоит ли это этого или нет я немножечко как видели добавила добавила пудры и не очень нравится это все такое красивое какое счастье ну вот я думаю что на этом я на этой неделе закругляюсь желаю вам хорошей недельки и очень скоро встретимся опять пока